можно приобретать куда делся весь народ ну куда разгар месяца июль июль месяц куда делся весь народ сша мне такие пляжи даже не такие даже пляжи больше нравятся вчера было теплее гораздо прикольные виды вообще шикардос вот ребята приехали в крым судак приехали наверно за все время сколько я себя помню мы были здесь отдыхали две недели ни разу дождя не было в судаке сегодня дождь прикольная погодка такая дышится легче гораздо здесь очень много фруктовых деревьев хурма абрикосы гранаты он там дальше есть даже руки по вот на это потом покажу дворик здесь виноградик ну все ребята в общем то пришли мы таки уже находимся идем по кипарисовой аллее чтобы зайти посмотреть столовые какие цены чё почем вот очень-то обед у нас такой вышел бюджетники бюджетника столовая 223 рубля да вот короче два первых и одно второе блюдо участие почем у нас вот этот борщ 40 40 рублей дополна 45 вот этот рубли на 70 картошечка стекелями принципе я так считаю достаточно бюджетно это в судаке такие цены ну не везде естественно я пройдемся посмотрим еще там по другим местам еще мясо тут нету так вот такую столовую принципе цена реально соответствует яичница 35 чай там хлеб 55 больше 40 такие нормально полной цены вот спускаемся короче на центральную набережную суша сколько нам еще идти до моря то а мы можем разными путями ходить это вот через кипарисово или а есть же еще через улицу морская день не так нам всего короче сказали где мы сняли жилище нам сказали всего 10 минут да ну развалочка так вот эти не спеша но еще посмотрим насколько это правда правда мы не засекали на был засечен конь сарафанчик чучки ты хотел все приобрести короче экскурсии тут на родной руку я лась всякие разные объелась да ну да и так и нет аппетит он сразу как бы не чувствуется когда проходит семейные кафе тут еще чтобы не выдумывала мне что-то покупать главное привези мне свое хорошее настроение это правильно крымские вина вот кстати крымские вина но я как ты относишься каким вином мне кажется они порошковые ответите пожалуйста комментариях кто пробовал такие вина действительно ли они хорошие или так себе я принципе к ним из подозрения потому что как-то даже один раз в блинжике мы отдыхали попробовали эти вина и отраванулся дня два потом бегал дальше чем видел ну короче кафешки на каждом шагу форрель здесь уже цены такие ресторанные порой 450 рублей скумбрия 200 одна штука 280 ну туда более цивилина вот еще одна столовая короче мы идем наблюдаем сюда не хочешь зайти по-домашнему кстати по домашнему тоже говорят приемлемые цены как ради интереса мы уже поели конечно сейчас не будем ничего покупать зайдем посмотрим чё почем такие же суп овощной 40 гороховый 40 бурен куриный гарнир и макароны тоже потрясать не посмотрит в принципе нормально а борщ обращать что-то здесь нет украинский с мясом 60 рублей в принципе это нормально я считаю еще в одном месте мы видели там было 8 даже красиво куда загонки цивилин сделано а куда же фонтанчики и смотрели интересно как или это не столовая 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 по-домашнему мы приглашаем на работу какая-то столовая прикольная по-своему народу прям целый аншлаг не свободных нет нашли кое-как местечко вполне прилично так сделано диванчики такой целой семьей здесь хорошо отдыхать здесь вот такие сувениры тоже акулу смотри настоящий акула что это настоящий акула да была когда-то делая опереть ну а ее поймали сушили до 5 струк а это которому так не это делала маленькая делаю побольше белых местного нет ничего есть столовая кругом на каждом шагу блин буквально тоже такие же цены сорокетный суп гороховый ну вот мы выходим короче как бы да такое а вот здесь я один раз уже гулял мы как раз с андрюхой приехали по этой дороге прошлись оттуда и здесь вот прошлись и вышли к морю смотри какая красотулька тоже ресторан имитация такая видишь такие водные пузыречки улажка водой там у нас виднете колесо обозрения но она походу что-то стоит на месте не крутится не хочешь больше прокатиться в парке измайлова прокатилась улажка там началась истерика там колесо было побольше ведь он какой-то маленькая метров пятьдесят нанте слушай ну вот здесь вот красивые горные массива смотрел там виднеется раз в том направлении у нас новый свет для справа прикольно здесь а вот ой класс а если мы будем на улице востоку заходить вообще супер вообще да впечатляет супер да вид вообще супер давай раз два не вообще шикарно добега на дельфинов поедете молодой человек да 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 а 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 здесь мы здесь вот как раз подошли вот к этому пляжу посмотрите все никакой побережье спокойно никого нету сейчас самое время купаться правда вода мутная немного то что прошел сильнейший дождь и вообще все с пляжа короче все убежали ну вот можно приобретать куда делся весь народ ну куда значит у нас тут кафешечка такая типа да вот это кафешечка а 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 Вот шезлонги, смотри, зато все шезлонги свободные. Куда делся весь народ? Народ, куда делся весь народ? Июль 2018. Вот так вот, народ, приехали, понимаешь, а народу не имеем. Слушай, а мне такие пляжи даже, мне такие даже пляжи больше нравятся. Не то, что когда там яблоко негде упасть, знаешь, бывает иногда придешь, здесь все вот такой завал. Как говорится, на любителя, когда пятки друг друга нюхает. Вот оно море, вот оно, правда оно немного мутное. Оба, рыбка. Нет, это не рыбка, это канат. Она мутная, потому что вся сейчас с города вода. С города вода все сейчас здесь. Там у нас тоже, туда сходим, наверное, скорее всего, в дальнейшем на Дикий пляж, давайте посмотрим, как там. Народа вообще никого. Шикарно просто. Да, обалденно. Массаж, массаж ног. Как классно. Как вот, сфоткаем, сказали. Водичка только мутная. Давай. Твои лапки не видно. Не, я, Лешка, пошел купаться. Да что я приехал, купаться. А я покупаю. Да я пойду в трусах. А когда на море качка и бушует турага. Пойду я, ребята, сегодня открою сезон. Наконец-то сбрались до моря в этом году впервые. Ну что, ребята, вообще, сегодня дождик вот был, мы приехали, да? Считаю, где-то часа, наверное, час шел точно, полтора где-то, да? У него вода, тем не менее, вообще шикарная. Теплая-теплая. Правда, мутная. Ну ничего, так вот, сейчас опробовал водичку, только что вылез из моря, блин. Супер. Сейчас народу вообще никого нету, блин. Прям сказка. Он за эти буйки заплыл. Прям вообще супер, водичка чистейшая. Здесь вот прокат вот таких гидроскутеров 200 рублей, получается 10 минут. 15 минут, 250 рублей. Не хочешь покататься? Нет, не есть. Ребенок, видишь, потихонечку осваивает. Ты не умеешь, научишься. Методом ошибок проб. Виртуальная реальность. Кстати, прикольная тема, тоже говорят. Глиняные горшочки. Коркодилляриум. Ну да, с дороги мы немножечко уставшие, поэтому, поэтому такой немножечко у нас, это, упадок сил, наверное, да? Нет, упадка сил нету. Упадка сил нету, просто, ну, какая-то еще, это, не до конца адаптировались, наверное, не акклиматизировались. Хотя, я бы сказал, что погода сегодня подходит именно для нас. Больше такая, знаешь, подмосковная, наверное, градус в 25. Мне даже больше, наверное, когда нет такой удушающей жары. С утра не было, 20. С утра было 35, наверное. Парк отдыха Судак. Дом отдыха. А тут только по пропускам, да, сюда? А это что, это просто раститель? Это как большой комплекс. А, понятно. То есть билеты ничего не продается, да? Билеты есть, но они как бы там, билет включает в себя посещение бассейна. Можно еще добавлять дополнительные услуги, обед, пляж, там, еще что-то. Вот в той кассе, смотрите. А сколько примерно стоит? Я не знаю, по-моему, от 500 или от 600. На человека, да? Да. Ну, уточните лучше в кассе, потому что я отчетал. А, ну, вот оно, по-моему, с 9 до 19. Вот это, наверное, да, посещение бассейна открытого с 9 до 19 пляжа Сок Судак. Предоставление Жезлонга. Здравительная процедура с 8 до 12, кроме суббота и с Ксения. 600 рублей стоит. 600 рублей стоит вот эта здравительная процедура там какая-то одна. И один обид на выбор там, Южанка и еще какое-то кафе, наверное, назвала. А вот тут, ребята, короче, идем. И вот наткнутся на деревце такое. По-моему, как если я не ошибаюсь, финики. Финики такой только маленькие, да? Но они еще не созрели. Ну, вкусные очень дерева. Мы, помню, в Астрахани когда жили, мы их собирали, ели. Такие темненькие немного становятся, более такие сочные. Очень прикольно. Вкусно. О, слушай, набережная такая, я скажу, не маленькая, да, Гляш? Слушай, я думаю, поменьше будет. Живая изгородь такая, прикольно. Вот такой такси здесь ездить по Крымской набережной. А можно я просто прокачиваю? Просто по двойке давай. Всяра катался на ней. Прикольно. Мы вообще любые. Прикольно. А ты вообще обнимал кого-то, да? А как его зовут? Шрек. Шрек? Прикольно название. Только с бантиком на этом. Шрек. Шрек. Сил больше нет, возвращаемся до дома. Завтра продолжим съемку. Никакого. Хорошо так. А вот еще одну столовую нашли на набережной. В принципе, такие же цены, где мы заходили, там было по 45 рублей. Не, подороже. 10,55. Чуть-чуть подороже на 10 рублей. Она находится прямо фактически на набережной. Вот она. Прямо у подножия крепости. У подножия. Вот она. Крепость прямо перед нами. Прикольно, в принципе. Такие вполне нормальные цены. Не знаю, что-то кто-то говорил, что цены бешеные. На самом деле, это не так. По крайней мере, пока. Так, а это, по-моему, у нас улица морская. Я так правильно понимаю. Море рядышком. Восток столовая. Рыбка. Можно зайти по сути. Вот народ еще зашли в одно заведение. Тут вот недалеко от набережной кофеечко заказали. И тут еще такое-то хорошо, потому что прямые трансляции. Тут показывают, как Бельгия. Бельгия ведет 1-0. В Сангрии играют. Слушай, ну, похоже на ничего, не хочешь? Может, шурупу? Я бы хлоп. Давай же хлоп закажу. Узнали, короче, насчет проехаться. Джипинг, заказать экскурсию. Да, Москва 9. Три часа, три часа, получается, 1000 рублей посадочное место. По мысу Меганом, она сказала, да? Да. Мыс или гора Меганом? Короче, где-то там погонять. Это гора, а это мыс. А это улица морская, да? Да. Вот, смотри, красиво. Вот она морская улица. Крепость видна из нашего окна. А, тут надо заходить было и спрашивать. А, нет, полегче. Улечка классная, кстати. Прям реально, такая, впечатляет. Да, да. Хорошая погода сегодня, московская. Мы из Москвы приехали в Москву. С экзотическим угоном. А вот там, собственно говоря, джипинг. Получается, 1000 рублей с человека, три часа. На таких вот машинках походу. А здесь такая фишка, еще и прикольная экзотика. Такие вот делают. Место занято, как бы, да? В России там храм есть. Там храм есть? Там еще часы. Мы идем по улице Морской. Пирожок не хочешь? Нет. 30 рублей. Иди возьми. Ты меня все время спрашиваешь. Сам хочешь, ты у меня спрашиваешь. Нет, я тебя спрашиваю. Потому что. Стоится номера в судовском стоянке. Морская 10. Ну, вот улица хорошая, красивая улица. Очень приятненькая. И здесь, вон там, видны, смотри, какие часики. Там, видишь, необычная. Мы еще дальше поднимемся. Но нам с тобой туда. Там еще далеко отсюда. Видишь, они туда приходят. Приглашаем на отдых. Там, видишь, дворик тоже. Ну, да-да-да, такая беседочка, баратон, да, такая небольшая. И там фоточки хорошие получаются, я думаю. Вот, видишь, это место занято, обозначают. Бутылочку поставили, так, с водой, с жидкостью. Все, чужое в сайт не будет. У мексиканца и здесь, оказывается, у нас. Видишь, мексиканца у нас здесь. Во, сомбреро. Иди в маленьк так. Слушай, ну вот, прикольный домик, с вами какой. Классно, да? Там ресторан. А, мы сюда как раз, вот здесь, и застанавливались. Мы машину вот здесь у подножия поставили и пошли потом туда. И там до 7 часов, по-моему, работает подъем в гору. То есть, в подъем, попасть в крепость, там 100 рублей, по-моему, или 150, надо будет сходить туда. Садам мы поднимали, мы здесь сидели в кафешке, на втором этаже. Вот здесь? Да. Я вот думаю, мы правильно идем? По-моему, да. А может, нет, здесь. Красивый вид отсюда открывается. Вот мы вот здесь вот улазили, как раз вот вдоль вот этой стены, вот здесь вот прошлись мы. А там так, как вход был закрытый, мы тут только пофотографировались и уехали. Ну, пойдем. Пойдем. Ну, смотри, какая гора. Шикарно. Смотри, мы куда залезаем. Вижу, куда лезем, смотри. Ты посмотри, что там мужик вытворяет. На обрыве. Здесь тоже типа гостиница. 25А, смотри. Морская 25А. Пойдем. Так, а здесь такие домики прикольные, интересные. И вот особенно вот эти вот виды. Кстати, можем по тропиночке по этой подняться и прям туда, к этой горе. Пойдем. И сейчас, а потом в жар-пожаре будет тяжело. Смотри, ну смысл. У нас не фотоаппарата, ничего нет. У меня камера. Я снимаю. Сван, оставайся здесь, я сам добегу. Народ. Вот это круто. Вот он, судачок-то. Можно сказать, почти с высоты птичьего полета. Прикольные виды. Вообще шикардос. Я сюда поднялся. Но теперь как-то могу лазить, не знаю. Ух, ну, ребята, тоже непросто. Ехаю сегодня. Ребята, стоим на ней. Не захотела она подниматься сюда. Лучше, конечно, кроссовки одевать. Судакский исторический музей. 300 метров отсюда. Музыка. Музыка.